8 утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Куркмазов. А Светлана Шаганова сегодня сажает картошку в станице Красногорской. Сегодня мы поговорим о том, кому будут выплачивать большие детские пособия и можно ли считать малоимущими мамочек, которые находят деньги накачивать губы. Начинаем, поехали! Кому нужны кредиты, доллары и евро, спешите в Московский индустриальный банк. Вас ждут по проспекту Лейна, 71. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. И важное сообщение для бюджетников от Прамсвязьбанка. Кредиты можно снизить до 2,5%. Сегодня в субботу банк работает. Улица Пушкинская, 71. Добро пожаловать! В жизни бывает так непросто встретить несокрушимого и непробиваемого человека каменную стену Человеку глыбу Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной Бум! Легко ПСБ. Банк сильных людей Сегодня у нас очень полезный гость Прыгунова Ольга Ивановна. Она работает в Министерстве труда и социального развития Карачаева Черкесии. Мы поговорим о том, как с 1 апреля увеличились детские пособия и кому будут выплачивать самые большие деньги. Ольга Ивановна, добрейшее вам утро! И вам, Руслан, доброе утро! Что касается именно возрастных категорий, то пособия предназначены для детей, которым уже исполнилось 3 года и которым 7 включительно лет. То есть пособия прекращают платить, когда ребенку уже исполнилось 8 лет. Если сейчас мальчику или девочке 7 лет и 11 месяцев, у него шанс есть за 1 месяц получить? За 1 месяц есть шанс получить пособие. Господи, а скажите, пожалуйста, вот народ спрашивает, что сейчас будут смотреть, кто как живет, не только по зарплате, но и по имуществу и так далее. По каким критериям будет определяться, кому 11 тысяч будут платить, кому 5 тысяч будут платить? Ну, действительно, есть нововведения в законодательстве. Ну, что говорить. Первый критерий, конечно, это доход семьи, которая претендует на выплату пособия, должен быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в республике в 2021 году. Это размер, вернее, этот составляет 11 051 рубль. Это первый критерий. То есть, если семья проходит по этим критериям, то, конечно, она может уже претендовать. Далее смотрится такой, так называемый, доход от трудовой деятельности, от предпринимательской деятельности, творческой деятельности, самозанятости, доход от ЛПХ. То есть, взрослые, все трудоспособные члены семьи, конечно, должны иметь трудовой доход. То есть, получается, если в семье отец работает, получает зарплату 30 тысяч рублей, мать не работает, и есть ребенок 6 лет, естественно, у него тоже дохода нет, делим 30 тысяч на 3 человека, получается по 10 тысяч, и, естественно, ему будут платить максимальную цифру? Нет. При этом мы же понимаем, что, вот я сейчас сказала, что прожиточный минимум у нас установлен, мы сравниваем, то есть, пособие считается от прожиточного минимума на ребенка 11 051 рубль. Но мы средний душевой доход семьи сравниваем с прожиточным минимумом на душу населения, это 10 451 рубль. То есть, если семья имеет средний душевой доход вместе с этим пособием, которое вот в размере 50%, и они не дотягивают до прожиточного минимума на душу населения, то тогда им назначается в размере 75% пособия. Если и в этом случае они не могут достичь их средний душевой доход прожиточного минимума на душу населения, тогда назначается 100%. Так, теперь подождите, минимально сколько будут платить? Да, давайте вот сейчас по цифрам, это тоже мы говорим сейчас, вот говорили только о процентах, да, но то, что касается размеров, вот если сравнивать с 2020 годом, то пособие назначалось всем одинаково. Оно назначалось в размере 5 201 рубль. То есть, если даже, смотрите, если где-то что-то не дотягиваю ее, но я все-таки придерживаюсь в рамках малоимущей семьи, 5000 мой ребенок получит. Это в прошлом году было 5 201. Ну, в этом году 5 с чем-то тоже. В этом году это 5525 рублей, это составляет базовый размер, это 50% от прожиточного минимума. Это такая детская минималочка. Это да, это такая вот минималочка. Вот, теперь если получается, отец зарабатывает 30 тысяч рублей, берется доход ребенка 5500 с копейками рублей, мать вообще не работает. Делим друг на дружку. Если там что-то не хватает, то он уже будет получать 75%. Да, если не хватает, то он будет от прожиточного минимума ребенка. А если получается, если отец зарабатывает 20 тысяч рублей, то ребенок будет получать почти половину зарплаты отца. Да. Вот, теперь у меня возникает вопрос. А возникает, потому что с народом-то общаемся, и народ сейчас предлагает работодателям уйти в серые схемы по зарплатам, что-то там в конверте приплачивать, говорит, ну возьми меня там на четверть ставки, остальное там в карман платить. Не будет ли у нас после этого всплеска таких вот официально нищих, чтобы получить детские пособия? Ну, мы надеемся, что нет, потому что в любом случае тот, кто уходит в серые схемы, он рискует. Да, мы понимаем, что... Простите, вот я понимаю, что вы хотите, чтобы все четко по закону было. А чем он рискует? Он ничего не делает, точнее он сделал, чтобы серая зарплата была. Он получает свои 40-50 тысяч рублей, еще ребенок считается малоимущим и получает 11 тысяч. Он ничем не рискует. Вот, у меня такой вопрос возникает. Насколько вот эта часть серая может потом все ваши цифры поднять вверх? Если вот сейчас 25 тысяч детей, по вашим прогнозам, не превратится ли это в 50 тысяч рублей? Хватит ли у республики денег? Нет, ну мы думаем, что не превратится, потому что в прошлом году не было никаких таких ограничений. Мы не говорили о доходах, мы не говорили о других каких-то критериях. И это мы считаем, что сумма максимальная 25 тысяч детей. Но все-таки, конечно, желательно, не желательно, а это необходимо, чтобы были официальные доходы. Вот, официальные, ладно, маленькие, живу я в ауле, живу я в ауле, официально работы нету. А по условиям получения этих детских пособий, я хотя бы хоть какую-то копейку официально должен зарабатывать, чтобы у меня было выше нулевого дохода. Что им делать? Им, получается, не положено детских пособий? Мы вот в начале нашей беседы говорили о том, что это могут быть любые доходы, в том числе и самозанятость. Вот. То есть, получается, если я живу в ауле Учкулана или Станице Зеленчукской, у меня есть корова, огород или вообще ничего нет, но я хочу детские пособия получить, мне надо оформить себя как самозанятый. Как самозанятый. И показать хоть какие-то доходы. Да, это личное пособное хозяйство регистрируемое, это колхозно-крестьянское, фермерское хозяйство тоже зарегистрировано. Это любая самозанятость, все приветствуется, поэтому это уже официальный доход, который позволяет получить пособие. И на рынке труда баланс будет, те, кто уходит в серый рынок, они будут съезжать, а здесь поднимется самозанятый, и все будет прекрасно. Конечно. Теперь вопрос. Если отец получает, ну, допустим, он в полиции работает, получает 50 тысяч рублей, такой народный полтинник, супруга не работает, у них двое детей, не, давайте одного ребенка возьмем, чтобы хорошо делилось. И они хотят получить по максимально детское пособие. Они же могут оформить фиктивный развод. В этой ситуации что закон предполагает? Закон ничего не предполагает, потому что... Будет доход, отца будет учитываться в доходе ребенка и матери? Ну, если они в официальном разводе, то, естественно, нет. В состав семьи считается только мама и ребенок, и, естественно, алименты те, которые платит отец. Вот, получается, алименты отца не будет достаточно, чтобы прокормить якобы мать и ребенка, и, пожалуйста, 11 тысяч рублей. Ну, и, видимо, поэтому на Северном Кавказе в 2020 году все начали массово разводиться, особенно Дакистан, Чечня и Ингушетия заняли первое место в России, видимо, ради детских пособий. Не хотелось бы связывать это все-таки с пособием, потому что мы, как Министерство труда, все-таки должны ратовать за семейную политику, за то, чтобы действительно процветали семьи, чтобы действительно получали пособия. Тем более, что, знаете, как вот в прошлом году на поддержку семьи и детства в республике было направлено 3,5 миллиарда рублей. Теперь про деньги. На чьи деньги это все будет происходить? Потому что не будет ли такого, что Путин сказал, давайте детям пособия, республика должна этот указ исполнить, а где взять деньги? Выплаты именно на детей от 3 до 7 лет на 95% финансируются из федерального бюджета, и на 5% это республиканские средства. И вы даете гарантию, что детские пособия будут выплачиваться так же стабильно, как и пенсия? Ну, во всяком случае, мы с вами видели, что все, что у нас предназначено населению, заявителям, выплачивается в течение месяца. Теперь как оформить это пособие? Неужели все надо в госуслугах делать? Нет, не обязательно. Предусмотрены различные варианты обращений. Можно обратиться лично. Это через управление социальной защиты районные, также можно лично обратиться через многофункциональный центр и, естественно, портал госуслуг. Вот, теперь я, если даже по официальным доходам вы как-то можете смотреть, я малоимущий или нет, там еще критерии имущества, автомобили, земельные участки. Как это все будет делаться? Смогу ли я как-то обмануть государство, ну, показать, что я более-менее нищий? Или между ведомствами взаимоотношения настолько сейчас усилилось, что обмануть мне не получится? Обмануть, конечно, не получится, потому что, да и такой, как бы мы задачей не целим кого-то поймать или что-то сделать. Но все-таки, вдруг, если мне удастся стать псевдонищим, ну, как-то документики, если так все поделать, подфотошопить элементарно хотя бы, в совесть принести какие-нибудь неправильные документы и получить по максималке эти детские пособия, что потом будет, если выявиться? Ну, вы сами знаете, что это, естественно, заведомо, заведомый подлог документов. Здесь есть солидарная ответственность. Будем надеяться, что таких крайних ситуаций не будет, конечно, но здесь есть солидарная ответственность. То есть, в первую очередь, ответственность несут специалисты органов соцзащиты, потому что в их помощь дана система, государственная система информационная, и они должны проверять все документы, которые предоставляет заявитель. Но также заявитель несет ответственность за достоверность тех сведений и документов, которые он предоставляет. И если такое случится, они будут ходить в гости в ОБЭП? Ну, возможно, да. Так, теперь вопрос. По имуществу на что стоит обратить внимание, что у меня как в семье есть, чтобы быстренько все отписать от себя и получать эти детские пособия? Количество автомобилей, количество квартир, земельные участки, квадратный метр в квартирах. Давайте вот возьмем типичную ситуацию. Семья. Живут они в трехкомнатной квартире в новом доме, 105 квадратных метров. Отец полицейский, он псевдоразвод делает, платит якобы алименты, и вот мать с малоимущим якобы деньгами, но остается в квартире 105 квадратных метров. А в законе сказано, что там 25 на человека должно быть. Вот эта огромная квартира аннулирует детские пособия? Нет. Значит, во-первых... То есть богато жить разрешаете? Разрешается, да, в соответствии с федеральным законодательством. В законодательстве предусматривают так, что речь не идет о единственном имуществе. То есть наличие одной квартиры, одного дома, одной автомашины, одного дачного участка, гаража и так далее, не является препятствием для получения пособий. А вот если уже вторая квартира, если даже хрущевка или комната в коммуналке... Тогда смотрится там вот тот критерий, о котором вы говорили. Тоже становишься олигархом. Это говорит о том, что применяются нормы по жилью. А если мамочка, которая нигде не работает, числится официально малоимущей, можно ли считать ее малоимущей, если она себе сделала губы, ресницы и ногти? Ну это тоже в системе никак не проверишь, поэтому, конечно, мы в принципе ратуем за то, чтобы наши дети получали эти пособия. Я думаю, что мамочки тоже заинтересованы в том, чтобы детки получали и были с пособиями. Чтобы мамочки витамины покупали. Чтобы покупали витамины, ездили на море и все остальное. Спасибо вам большое. Думаю, что после того, как люди нас посмотрят, сделают так, чтобы и детские пособия получать, и не разводиться. Я всем этого желаю, и вам спасибо. Совет вам да любовь, да, всем семьям. Да, спасибо. Кстати, если уж вникать в деньги в семьях, которые считаются малоимущими, и где накачивают губы, я накануне эфира узнал очень интересный прайс-лист. Итак, для тех, кто не знает, накачать губы стоит 12 тысяч рублей. И каждые полгода надо подкачивать, и это стоит от 6 до 10 тысяч рублей. Изготовить ресницы, чтобы можно было быть похожим на корову, стоит от 2 тысяч рублей. И каждые полтора месяца надо тратить эти деньги, чтобы ресницы были пышными, а не отвалились. Ногти со стразами стоят тоже 2 тысячи рублей, и каждый месяц их надо обновлять. Про педикюр я не говорю, потому что многие этого не делают, потому что ног не видно. Самое главное, чтобы губы были, и особенно губы впереди коляски шли. И многие девушки, кстати, соревнуются о том, у кого больше губы, и тратят на это непомерные деньги. Таким мы сделали это бодро, полезное утро. До новых волнующих встреч!